Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Абвудий, добро пожаловать на... ой, я совсем не подготовлен, ну да ладно. Добро пожаловать на обзор FPS Kappa 0.4, карта от Биатрикса и Аймура. По дизайну очень классная, сразу видно, что люди постарались, какая-то тут и колючая проволока, судя по всему мы находимся в тюрьме, там даже вон эти буделки, все прям проработано, все классно. Собственно карта стрейф, никаких пушек, ничего нету, там какая-то парочка секреток было, давайте в общем-то начнем. В целом карта прямолинейная, никаких, кстати, нету, скажем, роутов, роутов нету. Видим кнопки, кнопка большая, не то что у Халвара, Халвар учись, у Биатрикса как делать кнопки, ну или это Айбур придумал, не знаю. Дают нам дробовичок, когда нужно стрелять, и собственно мы это и стреляем. Где-то кнопок больше, где-то меньше, где-то есть такие вот срезочки. Памятная стенка с мемберами. Ну и собственно финиш, здесь у нас уже финиш. Ну карта простая, я не знаю, не вижу смысла ее прямо разбирать, что там, куда, кого и так далее. Первым делом, когда мы карту пару раз прошли, сразу переходим к обсуждениям, да. Первым делом мы хотим понять, судя из взгляда с финиша, можно ли как-то срезать на финиш. И мы, наверное, думаем, ага, если я могу как-то сюда попасть, здесь такие рампочки, здесь даже такой камень можно в виде рампы не использовать, ну ладно. То есть какие-то прям вот что-то есть тут. Вот секреточка у нас тут. Праг Рейсинг, Вейк 3, Радиант. Радиант, странное лого Радианта. Унитаз. Какая-то кнопочка. Странно, что звук где-то там, видимо спикер повесили не там, где надо. Ну да ладно. В общем-то такая вот карта, простая в целом. Давайте еще раз ее быстренько прям пройдем. То есть в целом карта такая, типа повороты влево, потом повороты вправо. И ты такой ля-ля-ля, какая классная карта. Срезаешь угол. Вау. Вау, я промокнулся, вау. И, собственно, финиш. То есть все, здесь по идее вот два поворота влево, два поворота вправо. Очень классные роуты, очень много роутов. Но на самом деле парочка есть. Во-первых, при изучении карты мы всегда обращаем внимание на то, где мы находимся, что есть вокруг. И в этом случае мы видим, сразу включим триггеры и клипы. Мы видим, что у нас есть рампочки, по которым можно прыгать здесь. Да? Есть рампочки, по которым можно прыгать здесь. Особенно вот это вот. Видим, что здесь есть уступ. Видим, что здесь клип, здесь нам ничего не светит. Видим, что здесь рампа, проверяем ее, по ней можно ходить. Сделана детализация даже. А там у нас выше уже и финиш. Вот он. И это нас сразу двигает на мысли. А что если мы такие разогнались, такие хоп-хоп-хоп. Даблджамп. Да, например. Ну, условно. Ладно, я не буду, я не помню спейсинг. Делаем даблджампы такие, залетаем сразу сюда, отсюда на финиш. И хоп, 10 секунд карта, класс. Сломали. Возможно. Но есть и другие варианты. Если мы будем более наблюдательны, то мы заметим, что при... Подожди, здесь ведь, да, вроде? Да, если мы... У нас вот этого проволока, она не останавливает. По факту здесь надо было все клипить. Но клипить здесь не стали. У нас есть вот эта рампочка, которую при высокой скорости, в принципе, можно сделать даблджамп и вылететь туда. А оттуда уже сюда. То есть при должной скорости, при должном контроле, все это можно сделать. И... Ну, я в целом рассказал два варианта, как это... Чего сделать? То есть можно делать... Можно падать оттуда сверху, делать даблджамп здесь. Либо, я не помню, откуда. Но мы увидим... В демках, я не помню, откуда. То есть сразу спойлер. Ну, я думаю, демки давно все посмотрели, поэтому... Спойлер, не спойлер. По-моему, можно со второй кнопки тоже. То есть если мы вот так летим. Да? А, это мы... Нет, это слишком долгий тут нет. Ладно, возможно, я что-то путаю. Но да ладно. В общем-то, первые впечатления о карте были, типа... Блин, прикольная карта. Поиграл, вот, три раза прошел, понимаешь, что там два поворота сюда, два поворота туда, карта кончилась. То есть карты, как таковая, она... Как бы, да, выглядит монструозно. Она выглядит очень классно. Визуально очень хорошие впечатления вызывает. Как и все карты остальные FPS капа. Но... По итогу оказалось, что... Как бы, карта сломана. Я не знаю. То есть все заклиплено, да? Все в клипах. Но при этом осталась вот эта дырка. Я подозреваю, если все заклиплено, но эта дырка вот осталась, возможность... В целом вот эти рампы все не заклиплены. То есть что сложно? Вот ты сделал вот эти фонарики, просто клип квадратный сюда кинул, и все. Никаких рамп тебе ничего. Здесь тоже зачем было оставлять вот этот... То есть это либо абсолютная безалаберность маппера, я не знаю кто. Как бы, я не буду пальцем тыгать конкретно, но будем говорить, что Беатрикс Аймур оба, так сказать, молодцы. Либо они нарочно это все оставили, чтобы сделать как бы такой шорткат. Возможно. И с другой стороны мы посмотрим... А, точнее, не с другой стороны. Ну, с другой стороны это безалаберность. Это тупо вот так делать. Вот это прям маппинг, как не нужно делать. Нужно все предусматривать. Даже если ты думаешь, что да нет, да нереально, но за клип ты там поставить две браши клипом, ничего сложного как бы в этом нету. Это первое. Второе. Если специально это все оставили. То есть, я могу понять вот этот, да, срез, чтобы, не знаю, ну, типа дизайн. С другой стороны, сделай ты как-то посередине этот дизайн. То есть, чтобы не было рампы, либо заклип его. В общем, если специально это все сделано, тогда я не знаю. Тогда я тупо отказываюсь в этом участвовать, потому что делать вот эти срезы это просто отбивает желание играть в целом. Не то, чтобы я собирался, да, но я к тому, что я прекрасно понимаю психологию игрока. Я, собственно, сам задрачивал до хули арт лет. Поэтому если ты хочешь, а в основном хороший игрок хочет играть либо там на топ-3, либо не играть, а скорее либо на топ-2, либо не играть. Точнее, либо на топ-1, либо не играть. То, видя такие срезы, ты просто понимаешь, что вот у тебя на этом раунде у тебя нету жизни. Все, ты либо задрачиваешь и пытаешься что-то сделать, при этом сперва на тест и нахождение правильного пути уходит много времени. То есть на тест именно всяких рампочек, потестить так, потестить сяк, а можно же, можно ли долететь отсюда туда, там еще что-то. То есть вот эта вся мозгоебка с этими всеми рампочками, она отбивает просто желание играть. И если ты, например, игрок выше среднего и ты понимаешь, что тут по-любому среза, ну по-любому, и ты даже почти допустим ее делаешь, но у тебя не хватает скиллухи ее сделать, то ну ты понимаешь, что будь ты посильнее ты это сделаешь, у тебя падает желание играть вдвойне. потому что карта тебе как бы говорит, если ты чмо, беги как все, а если ты про, то как бы делай срезу, которая у тебя один раз в жизни получится. Это если было так задумано. Но, ну в общем, такие мысли. Короче, ну в целом, карта мне не понравилась, эта среза она только все усугубила. даже если бы ее не было, карта достаточно прямолинейная, два поворота туда, два поворота сюда, но это скучно, это просто скучно. Кнопки это круто, кнопки это прикольно, это по принципу там до ФВЦ 17-го, по-моему, похожая какая-то была карта стрейфовая. То, что дают дробовик, дают большие кнопки, это конечно респект, так сказать, но все остальное это не знаю, по-моему, просто взяли какую-то старую карту, доработали и вот это все. в общем, не знаю, карта не очень. В прошлом обзоре, если кто-то смотрел, а если кто-то не смотрел, то посмотрите обзор на какой? Третий раунд. Я сказал в конце, узнаем, кто из них бомж с дробовиком. Ну, я подозреваю, что Беатрикс сделал геометрию, а Аймур делал дизайн, поэтому я подозреваю, что бомж с дробовиком в этом случае Беатрикс. Либо не доглядел опять что-то постоянно такие проблемы, сколько раз указываю. И опять же, это типа не хейт, да, я не знаю, как там Беатрикс или не знаю, сейчас братья Беатрикса из джунглей, так сказать. Джонни, они на деревьях! сейчас братья Беатрикса набегут в комментарии или там мне в телеграме гадости напишут, это не хейт. Я пытаюсь, все, чего я добиваюсь всем, я пытаюсь людей учить. как правильно, как не надо вот так вот мапить не надо, надо все либо клипать, либо просто не делать возможностей. Типа многоуровневая карта выглядит очень круто, но иногда можно просто вот убрать эту многоуровневость, тем более, что делая типа в таком квадрате карту, у тебя получается все равно, что повороты сначала сюда, потом повороты туда, нафиг она надо. Ну в общем, ладно. Карта скучная, мне не понравилось. Идем дальше, смотрим демки, 20 место это фейз. Я вроде проверил, 20-21 у нас не один тот же тайм. Ну в общем-то ладно. Благо в ИК-3 нормально, но в ИК-3 опять же зерк там писал, что ему рампочки помешали. По-моему здесь кстати рампы для ВК-3 вполне себе приемлемые. Правда, тут опять же вопрос, зачем эти рампы, как бы нужны для разнообразия. Типа, о, а тут слишком прямая, а давай сделаем рампу. Вот как здесь. Ну типа, зачем она? Да, чистенько. Там ударился еще головой обо что-то, что его толкнуло. Я такого не видел, но я в ИК-3 не играю, поэтому такие дела. Enter тоже 35,2. В ИК-3 возможно прикольная, то есть именно за счет своих граундфреймов, за счет каких-то вот таких вот напрыгов на более высокие ступени. Она должна быть поприкольнее, чем ЦП. Че-то залагало. Надеюсь, там у вас 60 фпс 4к, потому что у меня что-то лагает. Да, чистенько. Ну я не знаю, тут в целом, ну там 20, наверное, все чистенько, они тут плюс-минус все там 35, 35 секунд 5 демо, 34 секунды 10 домик. Так, айди. Ну, на старте надо явно срезать там прыжок и запрыгивать сразу на платформу. Это нужно изменять свой спейсинг, изменять свой спейсинг, это нужно по-другому стартовать. Скайрей всего, либо просто, не знаю, посильнее стрейфить, что ли. Ну, увидим, я думаю, увидим. Опять же, там проблемы со спейсингом получаются, если ты быстро слишком идешь, что ты прям в яму падаешь, если медленно идешь, а, либо, если идешь не слишком быстро, но все еще быстро, ты получаешь, себе надо тормозить. Тоже непонятные какие-то тесты. То есть, опять же, к заявлению Рейна, что все потещено, прям карты будут класс. Ну, не знаю, пока что я только разочаровываюсь. Я реально жду, что вот сейчас, вот сейчас будет классная карта, но спойлер, и пятая карта скучная и дырявая. Но она сегодня кончится, а обзор, скорее всего, будет завтра. Точнее, когда, 22 мая обзор на пятую карту. Корее всего. Ну, одно и то же, да, все. Я не знаю, о чем тут рассказывать, о чем разговаривать. Еще раз подчеркну для тех, кто любит слушать жопой, а не ушами, это не хейт. Я просто хочу, чтобы уровень маппинга вырос и тем более уровень теста вырос. Потому что задача тестера как раз это все увидеть или хотя бы сказать, что слушая вот здесь за клипой, потому что возможно люди, которые явно посильнее, я там не ожидаю, что тестер должен быть топ-1 мира какой-то, который прям все тебе протестит со всеми скоростями и так далее. Тестер должен быть в первую очередь мудрый, наигранный. Он может быть там топ-50, но он скажет, что вот это за клипой, а вот здесь вот спейсинг скорее всего там для ваку-3 вот здесь спейсинг будет говно, давайте что-нибудь сделаем там, не знаю, может действительно рампу поставить для спейсинга вверх, чтобы срезать немножко траекторию еще что-то. Ладно, шихуа, 5-1. А можно сразу наверх запрыгнуть? А нужно ли сразу наверх запрыгнуть? Вот это вопрос. Ознаем в последующих демоков. Подрезал, врезался немножко там потерял время, причем, я думаю, потерял он достаточно много времени. Здесь среза в траектории очень-очень хорошо. 35-1. Антон Петрович, мое почтение. Антон Петрович, согласны ли вы с тезисами, которые я перечислил выше. Ваше мнение очень важно для нас, спасибо. Если вы, конечно, смотрите. очень чисто, очень красиво. Антон Петрович молодец. Ансельма. Ну, в ЦПМ хотя бы разнообразие какое-то будет, я думаю. Очень чисто, очень по-скоростному. Скинчики, хуимчики. Этот выстрел с кнопки это и будет у нас спейсинг перед дыркой, а спейсинг перед дыркой нам нужно обязательно делать такое, чтобы дырку вот прямо еле-еле перелетать, потому что там потом граунд фрейм и нам нужно этот граунд фрейм сделать как можно скорее. Бридж 38.6 29 долларов стоит бридж. Покупайте. Я хочу пить. Пить. Очень чистенько. Вот прям в последний момент выстрелил, чтобы, чтобы, вот, реземлился и сразу гранд фрейм. Вот о чем я и говорю. То есть нужно именно вот такой спейсинг выдерживать. Как его выдерживать, это вопрос другой. Тут нужно карту наиграть, понять, когда стрелять, в каком положении и так далее. Бридж все это осознал и бридж сделал. Молодец. 35.6 35. Ой, 34.6 34.5 Пойзон. Пойзон. Как тебе карта? Понравилось ли? Не хватает ракет. Да, понимаю. Мне тоже. Так, тоже выглядит как будто а нет, может быть. В общем-то гранд фрейм тоже получился сразу. Спейсинги могут быть очень разные. А еще это сирена, но я специально про нее ничего не говорю, потому что ну зачем ее было делать? Чтобы люди просто ее выключали. Это классно, когда это атмосферно. Например, ну то есть какие варианты у нас два одинаковых кстати тайма, а не булл и позден. Про сирену сразу. Ну это будущим мапперам и тем, кто вообще хочет в принципе делать нормальные карты, а не шлак всякий. Мне даже неудобно говорить кул стайл, потому что кул делает плюс-минус хорошие карты. Они по крайней мере играбельны, какие-то интересны. Не знаю, хоть они как бы понятно тоже прямолинейны, но они интересны, их интересно играть, искать какие-то спейсинги роуты. Что можно изменить сирену? Сирена по всей карте это конечно очень круто, но как насчет просто добавить звенилку какую-то, как там как будто кто-то сбежал, да, такая просто в одном месте где-нибудь. и когда ты мимо пробегаешь, ты ее слышишь. Все. И то сделать ее как бы тихой, наверное. Конечно, сейчас скажут ну выключи просто S-Ambient 0 и все. Ну, а я вот не хочу S-Ambient 0. Мне нравится знать, если на карте какие-то звуки есть. А S-Ambient 0, по-моему, и кнопки выключает, и двери звуки выключает. Ну, я точно прямо не скажу. Я потому что не выключал особо. Ну, в целом, вот это вот оно везде. Вот вы представляете, оно у тебя Эээи Эээ Вот так вот ты играешь карту 3 часа И у тебя Эээээ У тебя потом в голове, блять, это Ээээээ Типа Ну, это Такое себе решение Так сделать Я не знаю, что сказать Ну, одинаковые дымки смотрим Одинаковые Буду Буду разговаривать Про карту Алвор Можно, конечно, удариться в теорию заговора, да И сказать, что эти срезы оставлены специально Чтобы только фпс их нашли чудом Интересно, а кто бы им сказал? И только они бы сделали Но это, не знаю, я в этом плане Рейну доверяю Хотя он меня уже обманул по поводу, что все потещено, карты классные На вкус и цвет, конечно Но я рассуждаю Я стараюсь карты смотреть с объективной точки зрения Если Рейн имел в виду по дизайну классные Базара нет, бля, дизайн мое почтение Но я бы лучше играл двухтекстурные карты Где пол и стены, типа разных текстур Просто, чтобы различать Вот как кул делает Но чтобы оно было интересным Мне дизайн вот этот Мне, блядь, не кино снимать на этой карте Мне ее играть 33.8, отсыт Опять же, без обид Всем без обид Ни в коем случае не хейчу Но нужно как-то Вот вы запускаете турнир Нужно как-то думать об этом Посмотрите ДДЦ карты Как Просто Карты Уровня ДФВЦ, так сказать Ну, может это слишком громко Но мне кажется, на ДФВЦ даже хуже бывает Так Ну ладно Томплайт 33.6 Начинаются Побыстрее у нас Дамочки А побыстрее они начинаются Я так понимаю За счет того, что срезается кнопка После вот этого поворота Да? Ну, точнее, не кнопка А прыжки Нет? Нет За счет чего срезается? Просто быстрее Может быть, просто быстрее Да, и там, кстати, важно Там была вот перед последней Топкой рампа Рампы Ну, мы увидим еще, да? Очень чистенько Очень хорошо Важно на эту рампу Тоже приземлиться Потому что она тебе дает Просто бесплатно Кучу скорости И тебе эту кучу скорости По идее бы надо забирать Раз она бесплатная Естественно, вопрос Спейсинга Удобно-неудобно Но Другой вопрос Ты хочешь тайм быстрый? Ну, вот В Ку-3 карта плюс-минус Интересная Выглядит, по крайней мере, да? То есть, ее играть, наверное Было не так скучно Как в ЦПМ Если играть без среза Но В принципе, если ты прямо играешь То тебе надо вот эту Да, сначала рампу прыгнуть А потом Стрелять Потому что это бесплатная скорость XS 35 Опа, кет Опа Я захотел кушать Качественные грунт фреймы Естественно, отделяют Наверное, слабые гонки от сильных Потому что Качественные грунт фрейм Тебе О, во, во Соскользил Ой, вот здесь То есть, он Как бы срезал траекторию Но при этом у него на финише Чуть-чуть меньше скорости 33, 4 Ак-степ Ну, посмотрим Мне реально интересно В ГУ-3 Именно топовые Посмотреть Потому что вот Уксаса уже выглядит Приемлемо То есть, вот эти рампы Их реально можно Соскальзывать И получать при этом Бонус по Именно траектории По Спейсингам По прыжкам И так далее Здесь у нас Срезание прыжков Я не уверен Что это реально Будет работать Потому что Или надо как-то Это по-другому делать Много, кстати Скорости На кнопках Здесь в конце Без учета рампы Потому что Вот сейчас он Степ так сделал И Он почти там Перепрыгивает В яму В саму То есть Спейсинг там Дурацкий получается 33-4 Проки Посмотрим Что у Проки Пупа Граунд фрейм Возможно Тоже Получается Быстрее Чем Об стену Биться Ну да Спейсинг Дурацкий Если ты прям Строфиш Спейсинг Дурацкий Получается Надо либо Строфить По-другому Либо Я даже Не знаю Я так сказать Выку-3 Не эксперт Не скажу Что можно В этих случаях Делать Тофу Топ-3 Поздравляем Тофу Не знаю Я всегда говорю Поздравляем Тофу Но никто Не поздравляет Тех Кого Я говорю Поздравляем Не знаю Зачем Я говорю Поздравляем Будем говорить Наверное Просто Топ-3 Но своих Ребят Мы будем Поздравлять Тофу Все равно Не смотрит Обзоры Он Тоже И стену Ударился И Граундфрейм Я большой сделал Возможно От скорости Зависит Да Этот спейсинг Потому что Ну да По идее То есть Если ты прямо Очень хорошо Идешь Прямо быстро То у тебя Спейсинг Идеально Должен попасть Под Сразу Через яму Перебудить То есть Ты как Как будто Полпрыжка Там режешь По спейсингу Дельта 32.9 Второе место Поздравляем Дельту Я вот Пишу Обзор Сколько Полчаса У меня уже Эта сирена Заебала Но я Ее Оставлю Маппер Хочет Чтобы мы Эту сирену Слушали И они Отключали Поэтому Поэтому Она там Есть Правильно Немножко Другое Кстати Спейсинг Получается Да Нет Ну это Ну не знаю Вот это Вот То что Тебе надо Перед ямой Сделать Граунд фрейм Забросить Скорость Потом Еще Граунд фрейм Оно Выглядит Не очень То есть Я подозреваю Если Эту карту В онлайн Куда-нибудь Кинуть По Этим Прочкам Выкутришным Они Обязательно Найдут Правильный Спейсинг Я думаю Там 32 И Не знаю 5 Возможно Будет Субурбы Субурбы Это кто? Первое место Поздравляем Выглядит Пока Все Очень Прям Бодро Граунд Фрейм Здесь Без Срезы Прыжков Потому Что Спейсинг Говно Да Ну что Здесь Такой Хоп И все И ты Сразу Здесь При этом У тебя Граунд Фрейм Получается Ранее Достаточно Если Типа Там Получается Что Чем Раньше Ты Стрелишь Кнопку Тем 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 Более Ранее У тебя Будет Граунд Фрейм Ты Можешь Это Анализировать На месте Исходя Из твоей Скорости Сколько У тебя Скорости Да Очень Классно Вот Ну вот Я думаю Что Вот Это Можно Замаксить И 32.5 У тебя По-любому Будет Какой Нибудь Там Роман Он Жан Сделает Мне кажется Вообще На Изи Если Станет Эту Карту Играть А это Ну Мне кажется Вот Это Знаете Когда Вы Делаете Карту Какую Например Стрейф Вот Вы Делаете Стрейф Вы Хотите Узнать Вот Вы Сделали Вы Гордитесь Она Вам Прям Нравится Карта Классная У 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 Мусорка Вместо Мозга И Вы Думаете Что Вы Типа Переполнены Эмоциями Ебать Она Какая Классная Красивая Вообще Невизьянов В ней Нет Дайте Ее Поиграть Эффекту Перед Перед Релизом Или Перед Неважно Чем Дайте Поиграть Ее Эффекту Дайте Поиграть Ее Роману Кто У У Нас Еще Капризный Самый Вот Такой Из Опытных Ну Не знаю В голову Ничего Не лезет Роман И Антон И Эффект Вот Дайте Им Поиграть Это Одни Из Самых Опытных Игроков На данный Момент Опытных Не в плане Сильных Опытных В плане Мудрых Именно По части Маппинга По части Геймплея Я Вот Роман Эффект Я их Бесконечно Уважаю Если бы я Какую-то Карту Хотел Веку Три Например Узнать Или ЦП Ну Эффект Вроде Веку Три И ЦП Как и Роман В целом Я бы Им дал Просто Эту Карту Поиграть Они бы Тебе За полчаса Сказали Что Бля Что-то Какая-то Лажа Либо Бля Карта Огонь И Все Вот Это Мне кажется Был бы Показатель Потому Что Вот Если Роман На эту Карту Вдруг Сядет Или Ему Скучно Или Что Ну Не знаю Ну Короче Мысль Поняли Нужно Именно Опытным Игрокам Давать Смотреть Карты Но Веку Три Выглядит Интересно Вот Это Борьба Спейсингов То Что Топ Два Это Абсолютно Разные Роуты Ну Прям Не Абсолютно Прям Разные Но Разные Это Конечно Прикольно Веку Три Получилось Возможно Веку Три Потестили ЦП Я не знаю Но ЦП Видимо Забили Раз Веку Три Нормально То ЦП Будет Нормально Натан Эксп Тун Или Нейтан Или Натан Я не знаю Вот Мы Поворачиваем Влево Вот Мы Поворачиваем Вправо Вот Мы Поворачиваем Вправо Вот Мы Поворачиваем Вправо И Чуть Чуть Строфим Классная Карта Во Ставлю Палец Вверх Так Сказать Фракир 22.0 Даблджамп Я не уверен Что даблджамп Там Прямо Ну Не знаю Не знаю Ну Я не буду Наверное Ничего Доверить По роутам Не знаю Я ее Поиграл Чуть Чуть Мы Нашли Что Можно Делать Срезу Я Эту Срезу Чуть Чуть Потестил Спейсинги Всякие Все Я забил Потом Времени В целом Нету Но Помог Чем Смог Так Сказать Картой Насладился Достаточно Я считаю Так Зерк 21.9 Ну Там Даблджампа На старте Наверное Никак Не Не Избежать Хороший Скин 1200 И По прямой Траектории На финиш Очень Наж Ничего 21.9 Так Точно Такой Же Тайм У Хендри Ху Из Хендри Хендри Ты Кто Альмера Это Ты По Любому Альмера Не Знаю Тоже Хороший Скин Траектория Не Знаю У Зерга Мне Погадалось Получше Траектория Была Получше Повернул 21.8 Почти 9 Газа Опять Нос Что-то У меня Закладывает Нос Надо Нюхать Мяту Как вам Роуты Ребят Разные Разные Роуты Тук Тук Такс 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 Лайф Угра Угра Кто не в курсе Такс Ну Такс Наверное Да Это Очень старый игрок Когда я начинал Прям вот начинал Начинал Когда я там Наверное годик Играл Еще только Я видел такса И я восхищался Как можно так играть Ну, сейчас, естественно, он подстрел Сколько времени прошло Так, Акфейзе 21.8 Траектории слишком широкие Видимо, средняя скорость нормальная Повыше, но это очень широкие повороты Это очень многого ему стоило Торнер 28 Доблджамп, не знаю, мне кажется, доблджамп Да там, да в целом, вообще Не так надо проходить Че обсуждать? Карта дырявая Со срезой в 10 секунд Сейчас еще Обычный дефолтный роут обсуждать Ее, когда в онлайн выпустят Придет кто-нибудь Сделает эту срезу и все, и карта мертвая Сразу встанет, либо найдут стабильный Какой-то вариант, как срезу сделать И все будут И все смогут эту срезу сделать Либо не найдут и просто Кто-то один сделает и карта мертвая Уляжется Ну, в ИКУ-3 будет, кто-то, наверное, поиграет, не знаю Так, Капкорн, между прочим Очень чистые повороты, много скорости Не теряет почти Пришлось там подсбросить, но В целом, ну, не знаю Не знаю Тут мозгоебка ЦПМ, если вот этим роутом Имитация Виза Если этим роутом прямо играть, то Там мозгоебка получается именно В поворотах То есть где-то Может тебе надо подрезать скорость В имя траектории Где-то наоборот Тебе можно Траекторию поширить сделать Если тебе важна скорость Ну, это надо прямо наигрывать Это надо смотреть То есть тут Ну, есть над чем подумать, да Рейн Вот, кстати, без даблджампа Но с другим даблджампом Который падает на рампу Что должно быть в целом Намного быстрее Спейсинг тоже на эту рампу В ЦПМ Он На даблджампом Рампу Тоже важен этот спейсинг С кнопки Пуз 21,7 Ну, типа Если прямо копаться Искать плюсы Ну, да На карте Там можно подумать По поводу спейсингов С кнопок Но это единственное Наверное, о чем тут Нужно думать Понятно, что вот это Срезать нужно Даблджамп этот нужен Потому что ты падаешь На рампу с высоты Ну и все Вот у тебя два момента Не знаю Даже не момента Не знаю, короче Ладно Ну, расстроен я Я просто вот расстроен Я, типа, не хейчу Эту карту Как-то Карту Карту Мегатека Которая Абсолютно Это заслужило Весь хейт Карта Мегатека С ДФВЦ 21 года Но я просто расстроен Я не знаю У Беатрикса При этом есть Очень классные идеи Очень классные карты То есть Я прямо Ну, персонально К нему отношусь Как к мапперу Достаточно тепло Но сколько бы раз Я не говорил Что, блядь Внимательнее Пожалуйста Но это расстраивает Жесть Ну, не хочется Играть дырявые карты Просто не хочется Иногда, да Есть настроение Поиграть дырявые карты Но если я захочу Поиграть дырявую карту Я просто пойду Играть ДФВЦ 21 года 21.4 Фрости Ну, дырявые Не в том смысле Что где-то Среза А просто дырявые Очень ранний выстрел Или мне показалось А он ничего Наверное Толком не дает Потому что Основной выстрел Который нужно Прямо рассматривать Это третий Очень много скорости После кнопки Точнее не третий Да, третий Второй Второй выстрел Паскаль 21.4 Доблджам Ну, даблджам Там дает Зону получше Я так думаю У маскаля Это очень хорошо Бросилось в глаза Очень хороший Поворот Срезанная Траектория Ну, влево Мог бы Мне кажется Не свитчится Строфил бы вправо И все равно бы Финиша Достиг Было бы Побыстрее Мне кажется 1-7 1-7 1-7 0-9 На рампу На рампу попал Возможно Это и хорошо Ой-ой-ой-ой Ля Сколько скорости Ля Вот Просто вправо Строфиши Все Москаль Учись У товарища С Беларуси 21 Найт А учитывая Кстати Вот даже С точки зрения Вот игрока Вот эта карта Мы не смотрим Сейчас Ну Вот Нету среза Вот она Карта Вот так Вот как Она есть С точки зрения Игрока У большинства У подавляющего Большинства Игроков Очень низкий Сенс Ну Относительно Он низкий И чтобы им Вот эти вот 500 метров Вправо Блядь Повернуть На карте Вы понимаете Сколько нужно Места Это даже Вот с точки зрения Вот человека Ты как Ну Ты когда карту Сам проектируешь Когда ты Мапишь ее Вот Ты геометрию Строишь Ты не видишь Что у тебя Поворот вправо Длится там Типа 10 секунд Ну Грубо говоря Да там Утрируя Ну Как-то Ну Это странно Я не знаю Карта Стрейф Большинство Сильных Стрейферов У них Низкий Сенс Зачем Им Вот это Типа Ну Это Забавно Я вдруг Подумал Что Как же Страннули Ребята С низкой Сенсой Да и С высокой У меня С моей Сенсой У меня Не самая Прям Высокая Конечно У меня Относительно Высокий Сенс Мне было Некомфортно Поворачивать Туда-сюда Так У меня Еще Места Не так Может Много Но В целом Как бы Ну Не знаю Опять же Роуд Выглядит Прикольно То есть Ничего Такого Как бы Карта Прикольная Но До Столько Минусов Что Вот Она Свою Прикольность Она Просто Не Не Видна То есть Какие-то Там Даблджампы Впадание На рампы И так Далее То есть Это Все Прям Классно Может Это Даже Все Потэщено Но Я Не Знаю Как Здесь Тесты Как Ну Тест В чем Тогда Заключается Для вас Товарищи 29 Это Кстати Третье место Был Вот И дошли До третьего места Поздравляю с третьим местом Сорт Сорт Все равно Не смотрит Гоблин Начинаются Шорткаты Так Кстати Только Двое Сделали Шорткаты Гоблин Сказал Там Когда был Обзор Гразиала Гоблин Написал Что он Один раз Всего Сделал Эту срезу И больше Эту карту Не играл Я так понимаю В смысле У него Один раз Всего Получилось Эту Срезу Сделать Смотрим Смотрим Раз При Должной Скорости Рано Рано При Должной Скорости При Нужном Спейсинге Спейсинг Очень Важен Мы Делаем Здесь Дабл Джамп Мы Срезаем Себе Скорость Чтобы Упасть На Маленькую Рампочку Вы понимаете Что Вот Даже Вот Эти Два Прыжка Уже Ну Они Основные Как бы Но Вот Эти Два Прыжка Это Уже Все Это Просто Ты Сидишь И И Их Играешь Там В Сейв Позе Ты Играешь Часами И у тебя Получится Допустим У тебя Получится Один раз Из Там Из Пятидеся И ты Так Ваа Получилось Пойду играть Карту Нет Ты пойдешь Играть Карту У тебя Ничего Не Получится Тебе Нужно Чтобы Вот Эта Среза Получалась 5 из 10 Или 3 из 10 В крайнем Случае Чтобы Ты Начал Понимать Какая Тебе Нужна Скорость Какой Спейсинг Какие Лимиты У тебя По скорости Какие Кнопки Тебе Где Жать Где Лучше Сколько Скорости Сбросить Там И так Дальше Это Все Важно В таких Типа Микро Моментах И это Очень Убивает Желание Ну Ладно Не то Что Убивает Желание Ты Просто Выгораешь Потом После Эта Карта Ну И Даблджамп На крыше Потом Поворот И На Финиш Ты Просто Выгораешь Из Я не знаю Но это Сложная Среза То есть Вот Эти ребята Они по разику Срезу сделали И все Они только Поэтому Прошли А представьте Вот Может быть Какая на турнире Например Ситуация Ну У нас же Типа турнир Давайте Представим Что гоблины Вриф Или Райф Как его правильно Они не сделали Срезу И у них Таймы Там 22 секунды Какие то То есть Они вот Как я Поиграли Там Полчаса Они поняли Что Ага Здесь среза Начали искать Срезу Нашли срезу Начали тестить Срезу Тестят 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 А уже Демку Надо скоро Скидывать А среза Не сделана А среза Полупотещена Понятно Что точно Ясно Что можно Сделать А как Сделать И получается Что ты Вместо того Чтобы сделать Ее Ты выгорел Просто напрочь Еще и карту Не поиграл И у тебя Демка Говно Даже Ну допустим Ты ее поиграешь Ну сделаешь Ты 21.1 Все Это Ну вот Твой потолок За пару дней То что ты можешь Сделать Ну опять же Это все В условностях В общем ладно Я просто Объясняю Что это Это не прикольно Да круто С точки зрения Зрителя Это круто Вау Нашли срезу С точки зрения Какая-то Днища Это просто Ну так делать нельзя Соболезную Ребята В общем Так у Врифа У Райфа Немного другой Роуд Он идет Слева Делает Дабл джамп И залетает Сразу На крышу При этом У него Траектория Получше Гораздо Лучше И на финиш Еще раз Полной скорости Так сказать Потому что Я Замедлил Не Ребята Молодцы Сделали Срезу Там Вот это Все Почету И уважения А также Мои Соболезнования Молодцы Что я могу сказать Так Можно ли нам показать Бровзер Бровзер Значит Такие вот результаты Темная тема Кстати Есть на DF В комплексе Не знал Здесь кнопочку Переключаешь Вопрос к носу Почему темная тема Полупрозрачная А светлая Нет Вот такой вопрос Значит А таблица В темной тени Теме Таблица Здесь вроде как Непрозрачная А все Снова Полупрозрачная Очень интересно Ну ладно Ну в общем то Отправила Ну То есть Карта простая Естественно Отправили Много демок 59 СПМ37 В ИКУ3 Вон даже Роди Что-то поиграл В целом Молодцы Ждем Финиш Пятого раунда Через 12 часов Обзор на пятый раунд Будет Тоже нервным Многословным И максимально Постараюсь Быть объективным Вот Если кто-то Не согласен Ну пишите Не пишите Если кто-то Вдруг со мной Не согласен И готов Оспорить Точку зрения Не будьте Обезьянами Не надо писать Что Ооо Опять карта Босрал Если вам понравилось Объясните Почему вам понравилось Не надо Ну геймплей На геймплей За дизайн я сказал Дизайн классный Если вам геймплей На карте Понравилось Объясните Мы с вами Обсудим Мы Я вашу точку зрения Услышу Вы мою Услышали Мы можем Вашу обсудить Возможно Ваше мнение Изменится А возможно Нет Если ваше мнение Не меняется Ну не знаю Тогда вы Очень Упертый И вам это В жизни Не очень поможет Ну да и ладно Лирическая часть Закончена Всем спасибо Увидимся В следующем раунде Подписывайтесь На телеграм В телеграме Все новости Все важные анонсы Там уже один анонс Кстати есть Но я не буду Озвучивать Потому что Лишнего Лишнего Так сказать Лишней огласки Не нужно Заходите в телеграм Все увидите Ставьте Так сказать Лайки Ставьте Колокольчик Подписывайтесь И вот это Все Но это Все делать Конечно Не обязательно Потому что Обзоры Выходят Не на регулярной Основе А с другой стороны Кто досмотрел Сейчас вот до конца И слушает Это самые Преданные Мои зрители Прямо Самые Преданные Подписчики Я вас Очень люблю И уважаю Скажите мне Я могу В целом Ну я Стримить Дефраг Не буду Скорее всего Не очень Скоро А если Буду То часик Поиграть И то это будет Не очень Так сказать Плодотворно Я могу делать Всякие Туториалы Пишите Вы Ну в какой-то момент Уже писали Пишите Но вы писали В момент Когда я уже делал Там по Обам По моему Туториал Пишите Что бы хотели Узнать Может что-то более Какое-то общее Тем как Там искать Роуты Может Как тестить Карту Я не знаю По Так сказать По виду FPS Может какие-то У вас Есть темы Которые бы вы хотели Чтобы я разобрал Я с удовольствием Уделю время И запишу Какой-то ролик Ну подготовлюсь Естественно Там Вот это все Ну в общем Ладно Ну вот Пишите Пишите свои идеи Какой туториал Записать На какую тему Что разобрать Если Мне там Что-то понравится Прямо В глаза Бросится У меня появится Сразу Куча идей По этому поводу То я обязательно Этот ролик Сделаю И вас Отблагодарю За эту идею Все Всем удачи Всем спасибо Всем До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok